Мы закончили, получается, первый том капитала, 25 глав. Наши вот эти разборы, то, что мы проходили здесь короткие лекции, они не отменяют того факта, что читать надо обязательно капитал самому, то есть я когда его рассказывал по главному, я только основные пункты, главные моменты разбирал. Поэтому обязательно читаем самостоятельно. Более того, читать надо не один раз, а как минимум два раза. Книжка сложная, там очень много нюансов и со второго раза, во-первых, лучше доходит, во-вторых, начинаешь замечать те моменты, которые ты не видел в первый раз, когда читал. Между первым и вторым прочтением капитала лучше всего, конечно, почитать Гегеля, диалектику, науководики, изучить хоть немножко, хотя бы почитать приблизительно. В диалектике есть категории, которые активно используются Марксом. Опять же, в лекциях мы об этом говорили, да, там очень много категорий. И понимать, что имеет Маркс, лучше всего начинаешь понимать, когда ты знаешь, что такое диалектика. Когда диалектику изучишь, там и третий раз капитал будет очень интересно прочитать, потому что начинаешь такие моменты находить, которые раньше просто не замечал из-за незнания. А та книжка очень-очень глубокая, читать ее можно много. Более того, вот мы опять же прошли, вспомните, каждое занятие, да, каждая одна глава проходила, когда... В каждой главе есть много нюансов, есть много примеров, которые можно перенести на сегодняшний день, разобрать, можно написать статью, хоть экономическую работу, все что угодно. Пишите, да, опять же, можете посмотреть, у нас в группе выложено много статей, которые написаны именно на основании капитала, его по главному прочтению. Опять же, если мы говорим о чтении, о необходимости чтения, мы должны упомянуть, что, как мы в нашем цикле занятий по капиталу читали, мы начинали читать с предисловия. Маркс, его капитал, это гениальная книжка, все гениальные книжки, там даже гениальное предисловие, там нету никаких глупостей, там привет папе, маме, спасибо брату или еще кому-нибудь, или как в прознему союзе, когда там обязательно надо было ставить слова, там слабо, КПСС и тому подобного, в таких книжках капитал, в гениальных книжках предисловие обязательно надо читать. Мы когда проходили предисловие к первому тому, там была такая вещь, как вообще, что такое производство и что считается товаром. До того, как товаромен, перейти в первой главе, там именно что такое производство. К сожалению, после того, как мы эти лекции прочитали, записали, в интернете было несколько дебатов на эту тему. Многие, я так понимаю, кто капитал читал, но предисловие не взяли и не прочитали на себя этот труд. Поэтому они потом к нашим видео лекциям задавали очень глупый и неправильный вопрос, который произрастает прямиком из предисловия, из того, что люди не понимают, что такое производство. Поэтому мы начинали с первой, не с первой главы, а с предисловия. И второй том мы сейчас, когда начнем читать, следующий, да, второй том мы тоже начнем с предисловия. Итак, что же у нас было в первом томе такого интересного, да, кроме того, что такое само производство. Было, что такое товар, законы товарообмена, да, и накопление первоначального капитала. То есть, казалось бы, да, Маркс разобрал последняя глава, да, как первоначальный капитал образуется и как он себя ведет. В принципе, многие скажут, что можно на этом не остановиться, типа, вот первого тома капитала, вот так вот хватит. Там и так 25 глав, больше 1000 страниц, это тяжело, можно на этом закончить. Но, к сожалению, это не так. Даже во времена Макса, когда он написал первый том, первоначальное накопление капитала уже закончилось по факту почти во всем мире. И поэтому он дальше разбирает банковский капитал или, как в его первых черновиках он еще назывался, купеческий капитал. Законы оборота капитала, его обращение к кругу оборота, это все было во времена Маркса. И он посвятил там еще второй, третий том. И если оно было тогда, то сейчас нам более актуально, даже, чем первый том капитала. Поэтому ко второму тому мы обязательно перейдем. Там есть очень много чего интересного и важного, и главного актуального в сегодняшнем дне. Опять же, не секрет, я думаю, для всех, что первый том капитала Маркс выпустил еще при своей жизни. То есть, его напечатали, на него были первые отзывы, Маркс с ними ознакомился. Но на тот момент, когда первый том вышел в печать, Маркс уже в черновиках описал третий том. То есть, он уже знал, что на первом томе он не остановится, поэтому и мы не остановимся на первом томе, а продлим наше изучение его дальше, ко второму и третьему тому. К сожалению, второй и третий том, когда выходил, Маркс уже умер, и он обирал демпельс. Он потратил очень много сил, времени, а некоторые говорят, что он еще и зрение на этом деле потерял, пока собирал в черновике Маркса два последующих тома, которые вышли. Есть еще так называемый четвертый том, я думаю, может быть, через пару лет мы доберемся и до него. Хотя Энгельс предисловие уже ко второму тому, мы как-то мягко, да, первый коп-то мы перешли ко второму, к его предисловию. Энгельс к его узнанию пишет, что он, в принципе, постарался почти все сохранить, как было у Маркса. И сам своего текста не вносил туда практически, за редким-редким исключением, когда там стилистически что-то менял, что-то поправлял. Но, тем не менее, Энгельс, заслуга Энгельса не только в том, что он именно напечатал, да, и подготовил в печати, и издал два тома капитала. Мы, когда доберемся до третьего тома, там будет прямо в тексте, в пометке Энгельса по поводу того, что, ну, тут надо так-то, так-то, так-то понимать. Именно Энгельс пишет из себя и не скрывается. В чем причина? Почему в третьем томе Энгельс уже вынужден был раскрыть именно себя уже как автора? Дело в том, что, опять же, как он пишет в предисловии еще ко второму тому, у Маркса было в черновиках две нехорошие, два таких нехороших момента. Первый, это прямо как пишет Энгельс, это грубый юмор Маркса. То есть Маркс в своих черновиках очень грубо и хорошо шутил. Естественно, в первом томе, когда готовили печать, все это дело убрали. Второй, третий, все эти грубые шутки, Энгельс в итоге убирал сам. Ну и, мало того, что там грубый юмор был, так еще у Маркса ужасный почерк. Опять же, разобрать, что он написал, как пишет Энгельс. Маркс иногда сам не мог разобрать, что он написал. Опять же, дойдем к третьему тому, там будут пометки, что не смог понять, что написал Маркс. Энгельс прямо там не пишет. Поэтому это примерно так нужно увидеть. Что еще можно сказать по первому тому? Пока Маркс готовил свой фундаментальный труд, тот же Энгельс, да, семья Маркса вспоминает, что в перерывах, когда у него было, к сожалению, плохое здоровье, да, вот представьте себе, вот этот уважаемый человек с портрета, с большой вот такой лопатой, бородой, да, вот несмотря на свой возраст, все религалии и тому подобное, он до конца жизни занимался тем, что изучал много других наук, да, кроме непосредственно, допустим, банковское дело, экономика, которая к нему относится, он также изучал сельское хозяйство, очень внимательно изучал сельское хозяйство, которое было на тот момент в России, потому что там были определенные особенности. Изучал математику, изучал геологию, да, то есть, опять же, представьте себе, вот этот уважаемый человек с большой бородой, который сидит в почтенном возрасте, все еще читает книжки, изучает другие науки, даже не те, по которым он напрямую работал. Поэтому, как нас учили в детстве, да, пример надо брать не с худших, надо, например, брать с лучших. Поэтому, кроме непосредственного изучения капитала, да, и политэкономии, мы должны изучать юридическую практику, у нас как раз следующее занятие, маленький анонс, да, следующая лекция на канале, и в группе вы говорите как раз о том, как юридически оформляется профсоюз и его статус в наших современных законах. Поэтому изучаем юридические вопросы, изучаем математику, геометрию, географию, все это полезно, все это надо, все это обязательно пригодится. Мы будем, например, брать с лучших, а не с худших. Ну, наверное, надо заканчивать время, чтобы сильно не выходить, да, что человек, изучивший первый тон капитала, хотя бы первый раз его прочитавший, должен знать главную основную идею, что прибавочный труд, так называемая теория прибавочной стоимости, что прибавочная стоимость у нас берется к прибавочному труда, то есть к тому труду, который не оплачивает рабочую, то есть рабочий у нас больше работает, чем получает. Это закон капитализма, и из этого капиталист и живет. Зная этот простой закон, простую теорию прибавочной стоимости, мы можем уже перекидывать мостик куда угодно. Мы, допустим, поэтому можем сделать вывод о современных роботах. Вот есть сейчас роботы, да, многие говорят, «А вот все сейчас будут вкалывать роботы, не человек, и вопрос будет решен». Или еще интереснее, да, вот 3D-принтер уже есть, сейчас каждый дома себе поставит 3D-принтер, скачал с интернета, что хочешь, и, пожалуйста, печатай. Все это замечательно, здорово, но, опять же, Маркс еще в первом томе капитала рассказывает, почему это работает не так, и почему без человека никакой прибавочной стоимости не будет. У Маркса есть прекрасный пример сканвейера, у него-то много этих примеров, да, да. Еще во времена Маркса автоматизация труда настолько повышала производительность, что буквально 6 женщин могли заменять сотни здоровых мужиков сильных, и производить гораздо больше продукции, чем эти 100 человек. Возвращаясь к сегодняшнему дню, да, 3D-принтер – замечательная вещь, роботы, которые печатают, допустим, печатные платы для компьютеров, для материнских плат, да, они тоже прекрасные, замечательные, но, к сожалению, у всех этих роботов очень низкая производительность труда. Поэтому печатные платы компьютерные лучше не когда робот манипулятором будет отдельные элементы напаривать, а когда будет вся плата целиком печататься, и одновременно вноситься все элементы. Есть способы, да-да. На подложку, на клей садятся элементы, проходят горячей волной расплавленного олова, они все пристают, и, соответственно, материнская плата начинает работать. Сами, да, можете представить, когда мы одновременно все детали садим на плату, на большую материнскую, все ее видели, да, это занимает буквально пару секунд. Или, когда робот будет отдельный элемент, каждый тыкарь приклеивать, там, припаивать, это будет гораздо дольше. Производительность совершенно разная, и не важно, что в первом случае у нас конвейер, что во втором случае у нас конвейер, ручного труда минимум, но все эти вещи делает человек, он их настраивает, обслуживает, и именно человек и человеческий труд нам приносят прибавочный труд, прибавочную стоимость, которую капиталист не оплачивает, и складывает к себе в карман. Прогресс, естественно, будет расти, будут у нас еще более совершенные технологии, но до тех пор, как опять же, в 1025 главе Маркс, о том, что экономические отношения, то только отношения между людьми, то есть как люди между собой взаимодействуют в экономическом смысле, такой способ производства у нас по факту является. Никто не мешает нам буквально сейчас перестать прибавочный продукт присваивать отдельным людям и пускать его на благо всего общества. И точно так же, как, допустим, в случае СССР, когда у нас Союз был, и прибавочный продукт был общий для всех жителей страны, когда взяли и буквально по щелочку пальцем, просто юридически оформив новые законы, прибавочный труд стали извлекать и присваивать себе и дельными гражданами. На этом, в принципе, что мы прошли в первом томе, я кратко осветил. Предисловия фактически ко второму тому рассказал, поэтому дальше мы будем переходить ко второму тому. Есть ли какие-нибудь вопросы по первому тому капитала и 25 глав, которые мы уже прошли? Самое такое полет, почему у Маркса был с юмором? Потому что он видел с юмором. Не, не плохо с юмором. Наоборот, как раз Сангису жалуется, что у него очень грубый, очень обидный голос. Юмор был, да? То есть он там полоскал этих несчастных английских экономистов, которым доставалось. Понятно, в книжку официальную никто такой опечаток не будет. Это не филитон какой-нибудь эмористический, да? Это все-таки научное издание по капиталу. А там, да, опять же, есть в сети можете посмотреть сканы черновиков, где есть Ангельса, ой, Максы здесь попадаются. Там очень действительно ужасный и неудивительно, что сам Макс не мог его прочитать. Его можно понять. По-моему, есть его в том собрание сочинения Макса, по-моему, есть там в выпуске? Есть, есть. В этом плане очень хороши советские издания, если найти где-то старые, там обязательно кусочки рукописей вставляли в качестве картинок. Там можно, например, оценить как-то. потиски и оригинальные. Да, в книжке я, допустим, капитал сейчас читаю в электронном виде. Вот у меня тоже в электронном виде в формате ФБ2 есть странички отсканированные, как выглядело первое издание капитала, допустим, да, первый был издание. По сравнению с Максом, у Ангельса какого-то какого-то каллиграфического путь. Ну, Ангельс все-таки был как-то был журналист, да, у него чуть-чуть другая стиль работы. Маркс как преподаватель начинал, он, собственно, у него чуть-чуть задача была другая. Его задача была писать книжки, а так как он сам их потом готовил в печать, соответственно, мог себе позволить сильно не пыхтеть, вводя красивые закорючки. Ему главное было смысл передать и четко, логически выстроить все переходы от одного к другому. Кстати, насчет грубого юмора Маркса, допустим, в том же предисловии ко второму тому, к первому изданию, у Ангельса там очень нехорошо про Лекардо пишет, что фактически после выхода капитала Маркса Рекардо как политэкономия сдулся и его перестали воспринимать всерьез. Хотя, опять же, после прочтения первого тома, мы помним, сколько там отсылок на Адама Смита и как он все его шутки разбирает. Маркс, тем не менее, по Адаму Смиту до сих пор в вузах преподают. Никуда-то Рекардо не думал это прибавочное историческое. Маркс просто наработал это. Ну, в смысле, проработал этот вопрос. Нет, ну, откуда берется предобавочная стоимость, как бы все разбирали, до сих пор ходят в идее, что прибавочная стоимость берется от таланта предпринимателя, что он такой замечательный и талантливый, поэтому вот сюда и берется прибавочная стоимость. что такое талант не дальше? Да нет, просто, если у человека есть талант, то получается, он получает ну, как бы из своего таланта фактически из воздуха черпает деньги. Так, нам зачем, собственно, вся эта суета с бизнесом? Давайте этих талантливых людей посадим в рядок и они свою талантливую деятельность будут направлять на то, чтобы прибавляться прибавочная стоимость. удобно. Зачем нам 3D-принтер? Каждый дома завел себе предпринимателю, который имеет талант, и он будет деньги приносить. Зачем 3D-принтер? Товар делает, да, вот, пожалуйста, предпринимателя, посади у тебя прибавочную стоимость это самое, делает, сразу деньги готовы печатает, да, гораздо удобнее, чем зачем 3D-принтер? ПРС и всякие мочидацы бы сразу сидит замечательно. В ФРС, да, каждому дому по маленькому ФРС, который будет ему деньги дать. Ну, это сейчас это, форматик, криптовалюты для злого. Да, да, у каждого криптоферма, которая по добыче денег, вот тоже замечательная идея, да, укладка. Каждый дом у себя сидит на компьютере, деньги делаются. Прямо, кстати, ограниченное количество биткоинов какое-то какое-то закончилось в момент. Они там закончили, как-то продлили хитро. Праздник не может быть остановлен. Как только он будет остановлен, начнется пахнеть. Ну, опять же, возвращаясь к тому, что экологи начали активно сейчас бодаться на то, что генерация биткоинов слишком много жрет электричества, тепловой выбор, углеродный планета возрастает, у нас будет бодвальное потепление, поэтому часть криптовалют уже заявили о том, что они будут переходить на более менее энергоемкие вычисления, чтобы меньше электричества сжигать для генерации. Маск прогрессивно использовал алгоритмы, которые требовали много энергии, а сейчас заявили, что валюта, которая не требует вообще энергии, можно на бумаге это делать. Вспоминая старинный опыт, нет ничего нового под луной, Голландия и крах голландской биржи, когда они выращивали у себя тюльпаны, луковица тюльпана стоила баскасновные деньги, ими торговали на биржах, и потом как-то взял и рухнула цена резко почему-то, и эти тюльпаны натик никому не нужны, они конечно нужны, сейчас мы можем сходить на рынок, они там продаются, головки тюльпанов, но стоят они уже копейки, то есть именно столько, сколько уходит на них людского труда, чтобы их вырастить. может это до углеводородов тоже дает ничего не нового по-другому почему Марц опять же не устареет до тех пор, пока эпитализм на планете Земле не представит интересен как исторический источник там очень много опять же мы пока изучали очень много исторических примеров как это происходило в то время даже если с экономической точки зрения после наступления коммунизма перестанет быть актуальным именно капитализмом тем не менее историческая часть этой книжки будет важна еще очень и очень много лет чтобы не было возможности вернуться назад да мне нравится эта тема непостановления всяких стратегов американских как социализм становится путем типа не то что у них там революция там случился переход а путем научного прогресса за счет изобретения некого синтеза который стал все искусственно создавать и не нужна человеческое усилие опять же 25 том капитала там хорошо как раз на прошлом занятии мы разбирали что это только отношение между людьми может быть вообще все бесплатно все абсолютно что угодно ты можешь взять самый простой пример казалось бы вот воздух летает он бесплатный но при этом каждый владелец автомобиля за него платят науку хочешь не хочешь за воздух мы платим казалось бы вот его полно он ничейный бери черпай дыши сколько хочешь но за воздух мы по факту платим за воду тоже платим и за воду платим вот она бесплатная течет ну ладно вода хотя бы понятно в каких-то странах с ней бывают проблемы мы дышим ее тоже платим ну вот мы в Владивостоке дышим потом это есть с туманом у нас все в порядке а если мы возьмем кому-нибудь Саудовскую Аравию там с водой с пресной есть проблемы ну вот воздух да банально он летает вокруг нас сколько угодно мы за него платим хотя казалось бы ну заплатили мы налог за воду кто-то этот воздух заново производит что ли нет нет мы просто платим за воду это просто отношение между людьми то есть ничего не надо пусть хоть все будет бесплатно все равно при капитализме капиталист найдет способ все эти вещи сделать платными и никак от этого не видишься последний наверное пример на сегодня время уже поджимает компьютерные игры пожалуйста бесплатные компьютерные игры скачивай пользуйся все качают все играются но даже там капиталист умудряется нажиться за то что он тебе там включает какую-нибудь плюшку вообще ничего не делает просто нажимает кнопочку нажал кнопочку нажал кнопочку у тебя бонус упал вроде никто ничего не делал все эти игровые процессы они все бесплатно да но даже на это просто потому что так отношения между людьми мы строили люди готовы за это платить не платят поэтому капитализм как супер-упер 3d-принтер или еще какая-нибудь с роботизацией никогда не победит это отношение между людьми это отношение между людьми не сейс-класси но плюс мы поем не сейс-класси